Вопреки распространенному мнению, поведение государства на международной арене почти всегда продиктовано неморальными соображениями, а с облительным коктейлем из денег в геополитике как таковой. Когда вы видите, что руборы правящего класса начинают доминировать в чужой стране, первый вопрос, возникающий у вас в голове, всегда должен быть таким. Чего на самом деле они здесь добиваются? Как когда-то Россия, Китай, Иран и Сирия теперь находятся под прицелом? Как только вы поймете почему, события, происходящие сейчас в мире, обретут гораздо больше смысла. Доллар – это уникальная валюта, и ее конструкция и отношения к геополитике на самом деле отличают ее от любой другой валюты в истории. Хотя он был мировой випезерной валютой с 1944 года, это не то, что делает его уникальным. На протяжении веков часто многие валюты переводились в резервный статус, но то, что делает доллар уникальным с некоторыми оговорками, так это тот факт, что с начала 70-х годов – это единственная валюта, используемая для покупки и продажи нефти на мировом рынке. До 1971 года доллар был привязан к золотому стандарту, по крайней мере официально. Согласно данным МВФ, к 1966 году иностранные центральные банки плазели 14 миллиардами долларов США, однако Соединенные Штаты имели только 3,2 миллиарда и золото, выделенное для покрытия иностранных вложений. Перевожу. Федеральная резервная система печатала больше денег, чем на самом деле может вернуть. Результатом стала безудержанная инфляция в 1971 году, что позже стали называть «никсоновским шоком». Президент «никсон» окончательно отвязал доллар от золотого стандарта. С этого момента доллар стал основной кредитной валютой. Такие деньги буквально дают в долг, во владение. Примерно 70% денег создано обычными банками, которые позволили себе выдавать больше кредитов, чем на самом деле существует денег на их счетах. Остальная часть создана Федеральной резервной системой, которая предоставляет кредиты, которых у них нет, в основном для правительства. Это своего рода выписывание горячего чека, разве что это законно для банков. Эта практика, которая называется «частичное банковское резервирование», должна регулироваться Федеральной резервной организацией, которая так уж случилось принадлежит и контролируется конгломератам банков, и не существуют органы или власти, регулирующие Федеральный резерв. Теперь, чтобы сделать все еще более интересным, к этим частично резервированным кредитам прибавляются проценты, но денег, чтобы оплатить эти проценты, уже не существует в системе. В итоге, там всегда больше долгов, чем реальных денег в обороте, и для того, чтобы оставаться на плаву, экономика должна постоянно расти. Это очевидно не является устойчивой системой. Теперь вы можете быть удивлены, как доллар сохранил такую доминирующую позицию на мировой арене на протяжении более чем 40 лет. Если ему на самом деле немногим больше, чем в сложенной схеме Понц. Что ж, это то, где доллар встречается с геополитикой. В 1973 году, на фоне искусственного роста цен на нефть, администрация Никсона начала тайные переговоры с правительством Саудовской Аравии о создании того, что позже стала именоваться нефтедолларовая система рециркуляции. По соглашению, Саудовская Аравия будет продавать нефть за доллары США и будет инвестировать большую часть своих избыточных нефтяных доходов в американские банки и рынки капитала. Затем, МВФ будет использовать эти деньги, чтобы облегчить кредитование стран-импортеров нефти, которые испытывают трудности, покрывая рост цен на нефть. Платежи и проценты по этим кредитам, конечно, должны быть выплачены в долларах США. Данное соглашение было оформлено в совместную комиссию Саудовской Аравии и США по вопросам экономического сотрудничества вместе с Никсоном и госсекретарем Генри Киссингером в 1974 году. Еще один документ, опубликованный исследовательской службой Конгресса, показывает, что эти переговоры дали официальным лицам США преимущество, обсуждая целесообразность открытия опытных нефтяных месторождений в Саудовской Аравии. Эта система была расширена, войдя в часть ОПЕК в 1975 году. Хотя и была представлена как демпфер рецензионных последствий роста цен на нефть, этот механизм имел скрытый побочный эффект. Он убрал препятствия, традиционно сдерживавшие денежно-кредитную политику США. Федеральный резерв теперь был свободен, чтобы увеличивать денежную массу. Постоянно возрастающий спрос на нефть будет предотвращать отказ от доллара при распределении инфляционных последствий по всей планете. Доллар превратился из обеспеченной золотом валюты в обеспеченную нефтью валюту. Это и стало основным экспортом Америки. Вы никогда не задумывались, как экономика США была в состоянии удерживаться на плаву во время многомиллиардного торгового дефицита в течение десятилетий? Вы когда-нибудь задумывались, как получается, что США имеет такое непропорционально большое богатство в мире, когда 70% экономики США является потребительской? В современную эпоху производство топлива заставляет мир вертеться. Оно интегрируется во все аспекты цивилизации – сельское хозяйство, транспорт, производство пластика, еды, оборону, медицину. И спрос только растет и растет. Пока миру нужна нефть, и пока она хорошо продается только в долларах США, будет спрос на доллары. А этот спрос – это то, что дает доллару ценность. Для США это отличная сделка. Доллары уходят в виде бумаги или цифр в компьютерной системе, а реальные материалы, товары и услуги приходят. Однако для остального мира это очень хитрая форма эксплуатации. Ведущие мировую торговлю преимущественно в долларах также обеспечивают Вашингтон мощным финансовым оружием под названием санкции. Это связано с тем, что масштабные долларовые операции вынуждены проходить через США. Этой нефтедолларовой системе был брошен вызов, когда в сентябре 2000 года Саддам Хусейн объявил о своем решении перейти от продажи иракской нефти с доллара на евро. Это было прямым посягательством на доллар и самым важным геополитическим событием года. Только ни в одной статье западных СМИ об этом даже не упоминается. В тот же месяц Саддам объявил, что перестает использовать доллар. Организация под названием «Новый американский век», в которой Дик Чей не так уж вышла, был членом, выпустила документ под названием «Перестройка обороны Америки. Тратегии, силы и ресурсы для нового столетия». Этот документ призывал к массовому увеличению военных расходов США вести гораздо более агрессивную внешнюю политику в целях расширения доминирования США во всем мире. Однако в документе написано, что для достижения этих целей потребуется много лет и наступление какого-то катастрофического и стимулирующего события, такого как «Новый Перл Харбор». Спустя год они его получили. Оседлав эмоциональную реакцию на 9 сентября, администрация Буша вторглась в Афганистан и Ирак под предлогом борьбы с терроризмом, без какого-либо сопротивления. В Раке не было никакого оружия массового уничтожения. Это был не вопрос плохой разведки, это была холодная расчетливая ложь. А решение о вторжении принималось с полным пониманием последующие за этим катастрофы. Они точно знали, что должно происходить. Но в 2003 году они все равно сделали это. Когда нефтяные месторождения Ирака перешли под контроль США, продажи нефти немедленно были переведены обратно на доллар, и миссия была выполнена. Вскоре вторжение в Ирак, администрация Буша попыталась распространить эти войны на Иран. Якобы иранское правительство стремится создать ядерное оружие. После фиаско в Ираке доверие к Вашингтону было серьезно подорвано. В результате они были не в состоянии мобилизовать международную или внутреннюю поддержку для каких-либо вторжений. В дополнение они предприняли меры по линии ЦРУ и МОСАД, которые всплыли наружу. Подтверждалось, что Иран еще не принял решение о разработке ядерного оружия, не говоря уже о попытках его создать. Однако кампания демонизации Ирана продолжилась даже при администрации Обамы. Почему? Что ж. Возможно это связано с тем, что с 2004 года Иран был в процессе организации независимой нефтяной биржи. Они строят собственный нефтяной рынок и он не будет привязан к доллару. Первые отгрузки нефти были проданы через этот рынок в июле 2011 года. Не в состоянии получить войну, которую они хотели, США используют ООН для ввода санкций против Ирана. Целью санкций было свергнуть иранский режим, при этом нанеся ущерб иранской экономике. Этим не удалось дестабилизировать обстановку в стране. Во многом благодаря помощи России в обход банковских ограничений США. В феврале 2009 года Маммар Каддафи был избран председателем Африканского Союза. Он сразу предложил сформировать единое объединение с единой валютой и за это его убили. В марте 2009 года Африканский Союз опубликовал документ под названием «На встречу к единой африканской валюте». На страницах 106 и 107 этого документа конкретно обсуждались преимущества и тонкости работы Африканского центрального банка в рамках золотого стандарта. На странице 94 явно говорится, что ключом к успеху Африканского валютного союза станет возможность в конечном итоге увязывания единой африканской валюты на самый дорогой из товаров – золото. Обратите внимание, что номер страницы может измениться в зависимости от версии документа, который они выпустили. В 2011 году ЦРУ переместились в Ливию и началась поддержка групп боевиков в их кампании по свержению Каддафи. США и НАТО протолкнули резолюцию совбези ООН, чтобы склонить чашу весов ударами с воздуха. Присутствие же экстремистов Аль-Каиды среди этих боевиков было заметено под ковер. Ливия, как Ирам и Ирак, совершила непростительное преступление, бросив вызов доллару США. Интервенция НАТО в Ливию перешла в тайную войну в Сирии. Оружейное ливийского правительства было переполнено, и оружие переправлялось с сирийским повстанцем, стремящимся свергнуть Асада. В этот момент уже было ясно, что многие из этих бойцов имели связи с террористическими организациями, однако аппарат национальной безопасности США рассматривает это как необходимое зло. На самом деле Советовым международным отношениям опубликовал статью в 2012 году о том, что джихадисты дисциплинированы, имеют религиозное рвение, боевой опыт, полученный в Ираке, и финансирование от сочувствующих суннитов в заливе, и самое главное, смертельные результаты в короткое время. Свободной сирийской армии нужна Аль-Каида. Теперь давайте внесем некоторую ясность. Цена власти США в 2013 году. Эти же сирийские боевики, связанные с Аль-Каидой, запустили две атаки, используя газ Зарин. Это была попытка подставить Ассата и мобилизовать международную поддержку военной интервенции. К счастью, она была разоблачена следователями ООН и России, и попытка ударов с воздуха полностью провалилась. Россия стала посредником дипломатического решения. Компании по смене режимов в Сирии и Ливии были представлены как защита прав человека. Очевидно, что это не настоящий мотив. В 2009 году Катар выступил с предложением запустить газопровод через Сирию и Турцию в Европу. Ассат, однако, отклонил это предложение. И в 2011 году он поддержал пакт с Ираном и Ираком, чтобы запустить трубопровод на восток, отрезав Катар и Саудовскую Аравию от трубы. Неудивительно, что Катар, Саудовская Аравия и Турция были самыми агрессивными региональными игроками, поддерживающими свержение сирийского правительства. Но зачем нужен этот трубопроводный спор между Сирией и Вашингтоном? По трем причинам. 1. Такая компоновка трубопроводов значительно укрепит позиции Ирана, позволяя ввести экспорт на евразийские рынки в обход союзников Вашингтона. Это уменьшает рычаги влияния правительства США. 2. Сирия является ближайшим союзником Ирана. Это само по себе не делает Иран слабее. 3. Сирия и Иран имеют соглашение о взаимной защите, и вмешательство США в Сирии может открыть дверь в открытый конфликт с Ираном. В феврале 2014 года эта глобальная шахматная дотка раскалилась в новом месте – Украина. Настоящая цель, как всегда, была Россия. Так получилось, что второй по величине в мире экспортер нефти, и не только, они стали не только дипломатической занозой для Вашингтона, но также открыли энергетическую биржу в 2008 году с продажами, номинированными в рублях и золоте. Этот проект разрабатывался с 2006 года. Они также сотрудничают с Китаем, чтобы вывести из оборота доллар из своей нефтедолларовой торговли. Россия также в процессе организации Евразийского экономического союза, в котором планируется принятие единой экономической валюты, чтобы иметь собственный независимый энергетический рынок. Украине был предложен выбор – либо присоединиться к ЕС в рамках соглашения об ассоциации, или вступить в Евразийский союз. ЕС настаивал на том утверждении, что Украина не может вступить в оба. Россия была с другой стороны. Так как вступление в оба союза невозможно, президент Янукович решил пойти с Россией. В ответ национальный аппарат безопасности США сделал то, что он делает лучше всего. Они свергли Януковича и установили малярионеточное правительство. Хотя все шло хорошо поначалу, США быстро утратила контроль на ситуации. Крым провел референдум, и люди проголосовали за отделение от Украины и воссоединение с Россией. Переход был аккуратным и мирным. Никто не был убит. На Западе сразу же объявили это событие актом российской агрессии. И с этого момента это превратилось в мантру. Крым – это стратегически важное место из-за своей позиции в Черном море, которое позволяет защищать военно-морские силы в Средиземном море. Он также был российской территорией и большую часть всей истории. США настаивало на включение Украины в НАТО в течение многих лет. Такое продвижение американских войск прямо к границе с Россией в результате могло привести к потере России военно-морских баз в Крыму. Именно поэтому Россия сразу же приняла результаты крымского референдума. Вскоре свободные территории двух регионов на востоке Украины объявили независимость от Киева и провели свои референдумы, результатом которых стало провозглашение самоуправления. Киев отреагировал на это, объявив антитеррористическую операцию. На практике это были массовые неизбирательные обстрелы, от которых погибли тысячи мирных жителей. Видимо, убийство мирных жителей не квалифицируется как акк агрессии на Западе. На самом деле МВФ недвусмысленно предупредило Временное правительство, что кредитная помощь в размере 17 миллиардов долларов может оказаться под угрозой, если они не в состоянии подавить восстание на востоке Украины. Пока на востоке Украины бушевала война, состоялись выборы. Президентом был избран Петр Порошенко. Порошенко был раскрыт утечкой дипломатической переписки, опубликованной WikiLeaks в 2008 году. Он работал информатором Госдепартамента США с 2006 года. Они называли его источник в нашей Украине. И большая часть этих утечек рассказывает об информации, которую он обеспечивал. Отдельные утечки показывают, что Порошенко был подкуплен США с этого момента. Однако иметь мариометку на месте оказалось недостаточно, чтобы дать преимущество Вашингтону в этом конфликте. А что делает Вашингтон, когда у него нет других рычагов воздействия? Они вводят санкции. И это не очень хорошая стратегия, когда имеешь дело с Россией. На самом деле это уже имело неприятные последствия. Санкции толкают Россию и Китай к более тесным сотрудничеством. И несмотря на риторику санкций, не привели Россию к изоляции. США и НАТО вбили клин между собой и Россией. Но не между Россией и остальным миром. Это новое простое решение, загоняющее долларовую экономику еще глубже. Эти страны понимают, что поставлено на карту. На волне украинского кризиса Китай предложил новый азиатский договор по безопасности, в который войдет Россия и Иран. Рассмотрим последствия, как администрация Обамы начинает бомбардировки в Сирии, которая также имеет договор о взаимной обороне с Ираном. Это приводит нас к Третьей мировой войне. Возможно, люди еще не могут представить этого, но история помнит этот путь. Альянсы уже сформированы и готовы к горячей войне на нескольких фронтах. Если провокации и войны чужими руками продолжатся, это лишь вопрос времени, когда крупные игроки начнут противостоять друг другу напрямую. И это рецепт катастрофы. Все это звучит абсурдно для вас, и вы правы. Люди, управляющие миром, сейчас безумны. И общественность сейчас слепо идет к трагедии. Если мы хотим сменить курс, на котором находимся, существует только один способ сделать это. Мы должны разбудить общество. Даже самое мощное оружие войны можно обезвредить, если добраться до сознания человека за спусковым крючком. Так чего же мы ждем? Спросите вы. Не ждите, что кто-то ответит за вас. Проявите творческий подход. Действуйте, потому что будущее ваших детей и внуков зависит от того, что они делают. Мы анонимы. Имя нам легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас. Мы не забываем. Продолжение следует...